Сегодня мереет культура в целом мира. И если раньше мы знали такие имена, как Шестакович, Сахар, Состакович, Лихачев, то я сегодня затрудняюсь с такой же скоростью назвать подряд 4-5 имен. Это имеет отношение прямое и к эстраде, и к нашему бывшему летконцерту, а теперь Петербург концерту, конечно, не переводится дарование. Но мы можем сказать, что сегодня в Петербурге есть имена уровня сразу-сразу. Эдита Пьеха и Мария Пахоменко, Людмила Севчина и Эдуард Хиль. Такое количество просто звезд, большой причины, каждая из которых самость, индивидуальность, личность. Я вижу способных молодых людей. И певец Зыгов очень обаятелен и обладает своей харизмой, и есть приветственные молодые певицы. Но Наташа Шорокина для меня как раз продолжение той звезды приятных, которой есть что сказать. Ее биография очень интересна, потому что, с одной стороны, она потомственная петербурженка, и ее мама, прекрасный филолог, научила Наташу думать словом. И поэтому у Натальи Сорокиной несколько исполнников стихов. Есть и дамы, она рассказывает разного жанра. Наташа Сорокина человек театральный, потому что она закончила наш театральный институт, театральный теперь показей, как солистка, актриса и долгие годы была звездой театра «Бук». Потом она опустилась в собственное плавание, тем более, что творческая, так как у нее и хороший французский язык, и она работала во Франции, она решила попробовать себя на ней и песни. И так сложилось, что мой муж, народный артист России, композит Романислава Успенский, возглавлял тот первый конкурс, где Наташа получила звание ауриата. Первый конкурс был еще петербургский, он назвался «Весенний ключ». Потом было несколько конкурсов очень серьезных, на которых были звезды Петербурга, такие, как Захаров. У нас есть как минимум два Захарова. Был замечательный Сергей Захаров, рано ушедший, и есть прелестный Петр Захаров, которому и Наталья, и я помогали в первых витках его творчества. И теперь это действительно очень интересное имя. И вот Наташа Сорокина для меня, Наташа, для вас Наталья, для кого-то Наталья Олеговна, она продолжатель вот того индивидуального творческого почерка, который делает личность личностью. Можно не любить личность. Именно в этом особенность личности. Я даже прочту неожиданные стихи. Называется «Правила математики». Это имеет отношение и к другу, и к любви, и к творчеству. Плюс на минус – минус дает. Друзья врагов наших – наши враги. Минус на плюс – тоже минус дает. Враги друзей наших – наши враги. Минус на минус – дает в результате плюс. Враги врагов наших – наши друзья. Плюс на плюс – тоже плюс дает. Друзья – друзей наших – наши друзья. Я друг творчества Натальи Сорокиной. Конечно, у каждой звезды всегда есть оппоненты. Кого-то может раздражать непохожесть, может быть, неординарность характера. Но кто сказал, что звезды должны быть серенькими мышками и быть похожими одна на другую? Я считаю Наталью Сорокину интересным явлением на фоне Минградской и Пицепурской культуры. Она рано взошла. Она очень ярко проявляла себя как актриса, как я уже сказала, на сцене театра «Букв». И мне, как режиссеру, удовелось сделать с ней множество спектаклей. По профессии я режиссером расправленного театра в телевидении. Но с Наташей я пускалась во всем тяжелом. Дом устраивали на сцене волейбольную площадку и попадали в атмосферу 60-70-х годов. И Наталья Сорокина входила в это и начинала петь свое путешествие по песням в 60-70-х годах. На мой взгляд, это было очень увлекательное путешествие. И называлось «Свидание ЦПКО». Хотя открывала его Ольга Бородина, песня Минаевского, а это выдающаяся звезда опер. И на экране у нас возникал ЦПКО, пар. И выдающиеся на этот собраны пиады, я жду нервом и землей, закруживаются шар земной. Будет он и кружиться у нас под ногами, потому что творчество продолжается. И я с нежностью смотрю на ваши лица, потому что прийти в плохую сосудозависимую погоню в зал Кочневой – это поступало. Это значит, вам захотелось хорошего актерского мастерства. И просидев репетицию у Наташи, спектакль, который я весьма сделаю, такими мизерными средствами. Есть сад, улица, есть зеркало, есть дом, есть скамья, и есть скамья этого сада. И есть тот скульптурный портрет, который как в песне пьехи. И если я тебя придумала стать таким, как я хочу, она как художница, моя героиня. И она на стихи Рождественского как будто лепит и словом, и мечтой того, кого она ждет слушать. У Рождественского это называется «Ожидание». Стихи прошла Алиса Громко-Фрэмлик по радио, и я должна была ее записывать. И вдруг она сделала операцию на связках и не смогла петь музыку Владислава Усвенского, потому что она сделала операцию тогда. И тогда запела Валентина Туркнова. И в конце 90-х годов я поставила впервые этот спектакль тогда для нежной женственной валентины Туркновой. Другая женственность у Натальи Сорокиной. Энергичная, упробая, порой, в общем, склонная к завершении обобщению, это другой тип современной женщины. И вот мы вместе с дочерью Наташей Сорокиной придумаем вот такой образ мужчины, который в жизни каждого есть. Это может во всех странах иногда стоит какой-нибудь мужчина и с прохожими разговаривает. Вот мы придумали такого мужчину, который с одной стороны иногда та жилетка, в которой хочется поплакать. А иногда может быть какой-то образ вынужденный. А иногда просто необходимый типаж, чтобы композиция нашего спектакля получила достойное имя и янь, как это бывает в китайской философии. И так наша героиня мечтает о большой и искренней любви. И в этом смысл стихов рождественского, и в этом уважение к тем женщинам, которым можно поставить память, за то, что они не сникают. И я смотрю на ваши лица, как поется в песне Шаповалова, «Голубоглаза и в большинстве». Они открыты мечте, они открыты надежде, они открыты творчеству. И так спектакль «Ожидание» или «Исповедь женщины» на стихи Роберта Рождественского исполняет неоднократно получился это звание мисс Романцева и Цербулка Наталья Сорокина, к которой я отношусь с нежным уважением и надежным, что вам будет интересен наш сын. Вы простите, замечательный пианисты рояля, который мы сейчас расскажем. Игорь Ступишину рояльцы, участник мучекам. Игорь Ступишину рояльцы, СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Современная женщина, современная женщина, Суетую заботой, но как прежде божественной, Пусть немного усталая, но как прежде прекрасная, Никому непонятная, только сердцу подвластная. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Современная женщина, современная женщина, То грустна, то занучна, то светла и торжественна. Доказать ее слабости, победить ее в дерзость, Зря мужчины стараются, по-напрасу надеются. Ибо хвалится с силой, но они тем не менее, И заботы семей для, и заботы служа. Все на свете познавшим, все невзгод прошедшим, Остается загадкой современная женщина. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Ах, вот ведь как! Явилась первой. Надо было опоздать. Где-нибудь в сторонке встать? Что поделать? Сдали нервы. Шла как будто на экзамен. С пятницы считала дни. Как же? Встреча под часами, под часами. Вот они. А его на месте нет. Как они, кстати, нервы сдали. Ну еще бы. На свидание не было ее столько лет. Ах, что ж, я рада и не рада. Там, увидели. Только надо. Надо было подождать. Ай. Ах. Дура. Сделала прическу. Влезла в новое пальто. Торопилась. Как девчонка. Прибежала. Дальше. Что? Ах. Встреча под setemize. Ромео моего Пока что незаметно Что ж, подождем Я очень современна Повыберет тоска Надо быть, к примеру, кокетливой Слегка и неприступной Вмер Все успеваешь ты Казаться беззаботным И покупать цветы себе Идя с работы Самой себе стирать Самой готовить ужин Посуду Квартиру убирать С усердием не нужно Подруге позвоните Замужней и Счастливой И очень мудрой быть Быть очень терпеливой Выслушивать слова И говорить не спорю Конечно Ты про ма Мужья Сплошное горе И трубку положить Спокойно не устал И зубы стиснув Жить Во что бы то ни стало И маяться Одной Забытой Как растение И ждать очередной Проклятый день рождения И в зеркало смотреть И все морщины Видеть Самой себя жалеть А чаще Ненавидеть Нести свою печаль И играть Судьбу И плакать По ночам А утром Быть в порядке Являться в институт Не злиться Без причин Ну вот они идут По улицам Мужчины Красавцы на подбор С достоинством С пессивом Самодовольный пол Считающийся Сильным Как равнодушные вы И как вы мне противны Изнеженные львы Подтасканные тигры Данящие людьми Стареющие телом Ну где он Черт возьми Ну в самом деле Где он Скорая помощь По городу Словно по полю Голос вселенской беды Мута флаг Снеся Господи Может быть Что-то случилось С тобой Улица Вся Обернулась И замерла Вся И замерла Словно по полю Сравится, просит любовь о прощенье, И до сих пор непонятно толпе докторов Рушатся самые прочные дружесеньи. А у мимицы горлом песня покровь. Голос несчастья по городу плечется снова, Странно, что в эти минуты всему вопреки. Кажется, скорая помощь тихого слова, Скорая помощь протянутой доброй руки. Ну, приди же, любимый, приди, Одинокой мне быть запрети. Приходи, прошу, приходи, за собой меня поведи. Стрелки глупые торопят, не придумывая ничего. Я уже простила тебя, повелителя своего. Все обычно в моей судьбе Я желаю совсем не вдруг Быть распятою на кресте Осторожных и сильных дров, Что бы стало нам горячим, А потом еще горячей, И уткнуться в твоё плечо, И проснуться на этом плече. Ну, приди же, любимый, приди, Одинокой мне быть запрети, Запрети, запрети. Вот видишь, Тебя и любимым назвать я успела. Не надо бы сразу. Ведь лучше, когда постепенно. Ведь лучше потом. Лучше после. Ты знаешь, любимый, ведь лучше... Но где я найду это самое лучшее? Ты знаешь, любимый? Как странный индийка Читать о себе объявления в газете. Блондинка. Вполне симпатичная. Встроенная среднего роста. Её интересы, домашний уют и природа. Имеет профессию. Ищет надёжного другу. Если бы знала бы, как всё это пошло и трудно. «Ты знаешь, любимая?» Порой в темноте рассуждаю. Я очень спокойно. Пройдёт одиночество это, наступит другое. Настанет пора из окружицы. Листья из меди в окошко моё постучит. Одиночество и смерти. Нет, я не пугаюсь. Я знаю, что время жестоко. Я всё понимаю. И всё понимаю. Но только тому одиночеству я не желаю сдаваться. Хочу быть любимой. Живою хочу оставаться. Хочу быть любимой. И радуюсь дням рассвета. Смеюсь над другими. И делаю глупости. И не жалею об этом. Я живу и надеюсь... Ох, Господи! Как это больно! Ох, Господи! 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Ты видишь... СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 Чтоб только не молча, не молча, чтоб только не молча, словом не скажи, словом не скажи. Любви, какие захочешь, чтоб только не молча, любимый, словом не говори, без этого радость, не радость скажи, что со мной хорошо, и что я тебе нравлюсь. Скажи, что ты любишь меня, притвори тебе, скажи, что со мной хорошо, забри, я поверь. Субтитры создавал DimaTorzok Ты видишь, любви, я вода. Все при таком бы слова не скажи, но, пожалуйста, нет больше мочи. А может просто плюнуть и уйти? И пусть его терзают угрызения. Ну-ну, шути, родимая, шути, нашла ты славный полк для веселья. Останусь, чтобы волю испытать. Еще немного подождем. Помедлено. Ведь женщины всегда привыкли ждать. Чего-чего. А это мы. Померим. Птицы спрятаться. Догадались. Догадались. И от ветра укроются. Одинакими не рождались. Ими после установятся. Ветры буйные вдаль уносятся. И назад возвращаются. Почему, зачем, одиночество, Ты со мной не прощаешься. Пусть мне голодно и невесело Все стерплю, что положено Одиночество, Ты профессия. Да безумие сложная Ночь пустынная, Слезы затянута, Тишина безответная, Одиночество наказанное. А за что и немедленно, Ночь закончится, День, боль останется, День сначала закрутится. Одинокими не рождаются, Одинокими не рождаются, Одиночеству учатся. 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 Замуж, сладкий дым, лишь бы он пришел, а там уж подойдил. Пусть не пусто, в смысле денег у него, приотенем, приголубим, Ничего, лишь бы дом допост не был, пусть придет большой, сильный, курит, пусть спает, ежели охота, пусть храпит, ну так спокойней, если кто-то рядом спит. Хорошо купил не очень, и любил хоть немножечко, впрочем, лишь бы был, без него теперь совсем мне нет житья. Господи, зачем я так? Да что же, я вам... Черт с тобой, не приходи, вспоминать о том противном, сгинь, исчезни, пропади. Я так нюня распустила, не желаю подбирать со стола чужие крохи, если столько хочешь врать, ври уже другой дурехи. А? Нашелся. Хи-хи-хи. Эталон. Я в гробу таких видала, тоже мне. Эталон. 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 Посылкового масштаба. Бабник. Только и всего. Трус. Теперь я точно знаю. Он подумал на него, я свободу променяю. Думал баба влюблена. А что, не вышло? Ешьте сами. Ваша милость и цена три копейки на базаре, я везде таких найду. Сорок штук на каждый вечер. Не звонит. Не подойдут. А напишешь? Не отвечу. Как без тебя? Как? Как? Был ты синицей в руках? Что без тебя? Я? Словно земля. Ничья. Стой моя боль. Я бы пошла за тобой. Шла бы закрыли глаза. Дихая как слеза. Мне без тебя, как птицы, плыть в облаках. Рейд в ночной тевоте, крылья уже не те. Злую печаль пою, злюсь на судьбу свою, Лишь ее сверх, есть ты там или нет. Мечется мой крик, а он для других скрыг, Более таят в висках, как без тебя, как? Как без тебя? Как? Как без тебя? Как? Буду верной женой, не пройди стороной. Буду верной женой, над судьбой и над домом, Стану солнышком добрым над судьбой и над домом. Хочешь, стану сестрой. От несчастья в крови, Хочешь, стану сестрой. Скажешь, буду рабыней. Если только любимой, то могу и рабыней. Кто может чудом приказать, свершись? От собственного крика холодея. Мне кажется, я жду почти всю жизнь. Мне кажется, я жду почти с рождения. Я буду ждать до самого конца. Я буду ждать за смертью и за далью. Во мне стучат сестер моих сердца, Сестер по жизни и по ожиданию. Кто может чудом приказать, свершись? Кто может чудом приказать, свершись? В этот час миллионы моих незнакомых сестер, Никому ничего не сказав и ни в чем не покаялась, Ожидают мгновенья взойти на высокий костер. Но костер настоящей любви сгореть, улыбается. В этот час свои сестры на гребне такой высоты Простирают в бессмертие зовущие. Нежные руки жду. Любимых своих подчасами целянской мечты, Подчасами любви, подчасами одежды и внуки. В этом взрывчатом мире, забытой давно тщины, В зиме сонное время над всеми лети. И пусть часто не придется в опуск никогда ждать Размерок в войне. Не придется в опуск никогда ждать любимых напрасно. Песня из заяц и вновь, Песня из заяц и вновь, На ютубов на землю зоны. Песня из заяц и заяц и вновь, На ютубов на ютубах. Героев, рискнувших собой в одночасье, Должен выситься памятник женщин, Ждущий любви. Светлый памятник женщин, Ждущий обычный счастье. Пусть проходит зима, В кругове эти метели и стуль, Пусть для звезд и снежинок Распазнуто небо ночной, Все равно я дождусь, Обязательно счастья дождусь. И хочу, чтобы вы в это верили, Вместе со мною! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Браво! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 прагматичный, циничный. И может быть, этот спектакль с лепестками надежды и счастья и с памятником женщин, которая стоит любви, он относится к каждой из нас. И я думаю, он сегодня очень актуален, уместен, нужен именно в таком страстном и пристрастном исполнении. Браво! Браво! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова Во многом сделавшего его Я тоже немножко приполняюсь чувствами. Дорогие друзья, мы сегодня вступаем в фазу праздника, большого праздника, юбилея Ирины Евгеньевны Таймановой. Пока еще дата не наступила, но уже все СМИ заполнены, все уже трубят, потому что Ирина Евгеньевна это наша защита. Я всегда говорю лучше в стихах, поэтому я сейчас подсетила, извините, себя. Когда я попадаю в ваше царство, меня пленяет тонкий ум. И это лучшее лекарство в искоренении тяжких дум. Спасибо вам. Браво! 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 Я хочу пожелать вам во втором отделении получить большое удовольствие именно от грани песни, которые написаны недавно, но которые будоражат и нежность, и силу, и, я бы сказала, достоинство человека, потому что это песни хорошего вкуса. Мы ждем вас на втором отделении через сколько минут. И я с благодарностью еще раз говорю, Наталья Сорокина – это очень интересное явление, и, по-моему, она становится с годами и краше, и тоньше, и лучше. Как бронзовый. Аплодисменты, пожалуйста. Евгений Тимонкин, руководитель, он здесь присутствует. Евгений Тимонкин, вы же, пожалуйста, славные мужчины. А мы хотим переодеваться. Здравствуйте.